Всем привет! Меня зовут Фирсова Алина, мой никдейм в соцсетях «Фера Дакора». Именно так меня можно найти, и именно так я подписываю большинство своих работ. Мой творческий путь начался, наверное, как и у многих в детской художественной школе и продолжился, как это ни странно, в диджитал-арте или в цифровом искусстве. Да, будучи в младших классах, я рисовала на планшете и выкладывала свои работы в иностранные соцсети. Это дало мне большой опыт, большую насмотренность, и толчок к дальнейшему развитию. Также за свой творческий путь я пробовала много материалов акрил, гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши и, в конце концов, восстановила свой выбор на масле, как на своем самом любимом материале. Почему? Потому что масло — это очень гибкий материал, оно позволяет решить множество задач. Можно писать в разных техниках, можно писать техники лессировки, когда вы накладываете тонкие слои один за другим. Можно писать техники Алла Прима, когда вы пишете все в один заход. Можно писать разными инструментами — кистями, мастихином и даже пальцами. Также масло долговечно. Если вы технологически правильно выполните свою картину, свою работу, то она будет сохранна на протяжении веков. Именно поэтому мы имеем возможность любоваться картинами старых мастеров, черпать у них опыт и вдохновение. Также преимуществом масла, хотя кто-то бы сказал, что это недостаток, является то, что оно долго сохнет. Но это же здорово, потому что это позволяет нам носить коррективы. А я такой человек, который в процессе работы может все передумать или придумать что-то новое, и масло позволяет это сделать. И, что тоже важно, позволяет исправлять ошибки. И это очень классно. Также преимуществом является то, что после полного высыхания красочный слой практически не видоизменяется. Он не бледнеет, не тускнеет. Вы сразу в процессе работы видите тот результат, который будет в итоге. Также здорово, что масло — такой материал, которому достаточно легко научиться на старте. То есть, написать свою первую картину вы можете практически сразу, и, я думаю, результат вам понравится. А процесс понравится еще больше. Но нужно понимать, чтобы писать техники старых мастеров, все-таки придется поучиться долго. И последнее — это, конечно же, престиж масла. Масляная живопись — это традиционно одна из самых уважаемых форм изобразительного искусства. В основном за счет своих богатых исторических корней и сложностей техники. Конечно же, есть и нюансы при работе с масляной живописью. Достаточно много технических аспектов. И бывают некоторые нежелательные эффекты, которые могут возникать при работе с маслом, если не соблюдать технологию живописи. Но это все изучаемо, это все решаемо, поэтому давайте с вами приступим и начнем разбираться. И в первую очередь поговорим о красках. На самом деле, споры о том, кто был первым живописцем, начавшим писать именно масляными красками, ведутся и по сей день. Но специалисты утверждают, что первым был интерласский живописец начала 15 века Ян Ван Эйк. Именно благодаря ему масло получило всеобщее признание. И новый виток развития произошел в эпоху Возрождения. Живописцы наслаждались той свободой, которая дарила им этот материал, и изобретали новые техники, и их полотна дошли до наших дней. И давайте подробнее поговорим о самой краске. Краска в первую очередь это связь пигмента и связующего. Также иногда присутствуют добавки для улучшения качества краски. И краска обладает свойствами. Первое свойство это цветостойкость. Цветостойкость обозначается звездочками. Если звездочка одна, это означает слабую цветостойкость. Это значит, что и красочный слой может видоизмениться, потерять свою яркость, насыщенность даже через десять лет. Если звездочки три, это обозначает, что цветостойкость большая, то есть красочный слой будет сохранять свою яркость и насыщенность на протяжении даже ста лет. Соответственно, две звездочки это средняя цветостойкость. Также на тюбике вы можете найти информацию об укрывистости краски. Черный квадрат, то есть закрашенный квадрат, обозначает большую кривистость. Это значит, что краска даже с разбавителем будет достаточно плотно ложиться на холст. Если же квадратик не закрашенный, то есть белый, это значит, что краска прозрачная и хорошо подойдет, например, для техники лессировки. Соответственно, наполовину закрашенный квадрат обозначает полупрозрачную краску. Также на тюбике вы можете найти пигментный состав, обязательно его изучайте, запоминайте. Это поможет вам при смешивании цветов, а также поможет ориентироваться в магазине при покупке новых тюбиков. Масляные краски выпускаются производителем разными категориями. Есть краски эскизные, студийные и высокохудожественные или базовые, стандартные и премиальные. Смысл такой градации в том, что каждый может найти себе краску под его задачу. Краски ученические или эскизные, они отличаются своей дешевизной, которая достигается за счет меньшего содержания пигмента или даже в некоторых случаях используются аналоги пигмента. Это, конечно же, влияет на красочный слой, но если вы, например, выполняете учебные работы или первый раз пробуете материал или используете для каких-то набросков, вполне можно использовать ученические серии. Они отлично работают в этих задачах. Если же вы хотите написать полотно какое-то достаточно серьезное, хотите, чтобы картина долго прожила или, например, начали работать на продажу, тогда, конечно же, лучше использовать высокохудожественные профессиональные краски. Они более пигментированные, там натуральные пигменты и это самое лучшее, что можно выбрать у этого производителя. В случае отечественного производителя это серии Сонет, Ладога и Мастер-класс, где Сонет это ученические краски, Ладога стандартные и мастер-класс премиальные, высокохудожественные, профессиональные. Также есть импортный производитель, например, Royal Talents. У них ученическая серия это Art Creation, серия стандартная Van Gogh и профессиональная Rembrandt. На ваше усмотрение остается, какого производителя выбрать. Бытует мнение, что у отечественного производителя он делает менее пигментированные краски, но что я могу сказать многим талантливым живописцам, это не мешает создавать шедевры именно Невской палитры. Поэтому какая мораль? Изучайте свой материал, изучайте, как себя ведет краска на холсте, как она себя ведет в смесях, и тогда вы сможете писать шедевры практически красками любого производителя. Пишет не краска, пишет художник. Что касается вашего первого набора красок. Можно пойти по простому пути и купить набор краски, где 8-12 цветов, но зачастую эти наборы не очень удачно скомпонованы. Поэтому я рекомендую отдельно набрать тюбиков, может быть это будет чуть дороже, но этого вам хватит на дольше в вашей работе. И что вам понадобится точно? Это белила. Белил должно быть много. Можете сразу взять большой тюбик. В принципе, белила можно взять в бюджетную серию. Например, у меня белила Сонет, я их использую. Дальше идут желтые оттенки. Это лимонная, кадмии желтый светлый, кадмии желтый средний. И имейте в виду, что желтые, они прям сильно лучше в профессиональных сериях. Если есть возможность, лучше брать мастер-класс или хотя бы ладогу. Далее это красные цвета. Красные должны быть разнообразные, в том плане, что мы берем, например, какой-нибудь кадмии красный светлый и нужен холодный красный. Холодным красным может быть, например, краплак розовый прочный, я его использую. Некоторые используют фиолетово-розовый хинокридон, некоторые используют мадженту. Но желательно иметь в арсенале холодный красный, он очень помогает. Дальше мои любимые красочки, они уже выдавлены, у меня есть запасная. Это голубая ФЦ и зеленая ФЦ. Это вот мой основной синий цвет и основной зеленый. В принципе, обладая каким-то знанием по смешиванию, можно получить практически любые оттенки из него. Вместо зеленой ФЦ часто в наборы кладут изумрудную. Она, в принципе, тоже подойдет, они похожи. Но если вам попала зеленая ФЦ или вы пошли в магазин, берите зеленая ФЦ. Она чуть универсальнее. Помимо голубой ФЦ у меня также есть ультрамарин светлый, это удобно. Он тоже часто попадается в наборах. И, в принципе, на этом можно закрыть потребность в синих и зеленых красках. Для удобства, когда вы начинаете, можно что-то посмотреть из теплых зеленых. Какая-нибудь зеленая травяная. Я очень люблю еще араратскую зеленую, но она чуть более специфичная. Ее можно брать во вторую очередь. В первую это зеленая ФЦ или изумрудная и какая-нибудь травяная для вашего удобства. Дальше коричневые. Коричневые достаточно просты. Можно один-два взять коричневых и этим ограничиться. И подойдет, в принципе, практически любой. Из него можно будет уже смешать в дальнейшем. Я использую умбры. Умбра ленинградская довольно темная. Можно использовать ван дик. И, в принципе, то, что вам положили в наборе, можно это и оставить. В дальнейшем использовать уже в каких-то смесях. Дальше черные краски. Черные краски – это в массовой живописи такой же сложный вопрос, наверное, как белила в акварели. Выкидывать их из коробки или не выкидывать. Но многие вместо черной краски, в том числе и я, люблю использовать индиго. Индиго – это немножко в смеси с синим таким цветом. Он очень красиво себя ведет. Не дает такой грязи, как, например, можно получить от сажи газовой. Но если у вас попала сажа газовая в наборе, не расстраивайтесь. Ее тоже можно использовать. Вообще, я люблю использовать индиго. Если не индиго, то марс черный. Если не марс, то сажу газовую. В принципе, на этом тоже полностью закрывается потребность в черных цветах. Если вы идете в магазин, то я бы на вашем месте купила индиго. А если попалась в наборе, то уже тогда используем то, что есть. Это мой базовый набор. Я им пользуюсь. Помимо этого, у меня еще есть достаточно большое количество красок. Но многими из них я не пользуюсь, потому что они подаренные. Что я люблю? Я очень люблю такую краску, как марс оранжевый прозрачный. Очень здорово работает. Особенно, если вдруг соберетесь писать лошадей. Ну и не только. Таким образом, вы берете свой базовый набор. И постепенно, по необходимости, можете уже докупать по одному, два тюбика краски. Поговорим о кистях. Кисти бывают разные по форме, разные по материалу. Классикой масляной живописи считается щетинная кисть. Она достаточно жесткая. Позволяет писать мазками, постукивающими движениями. Добиваться различных эффектов. И решать различные задачи. Также современные живописцы любят синтетику. Синтетика более мягкая. Она позволяет делать плавные, более плавные переходы, чем щетина. Я люблю укороченную даже немножко синтетику. Она позволяет добиться большего контроля. Также популярная кисть коза. Я ее использую для вот таких растушевок. Также можно каланком писать. У меня здесь нету. Я не очень люблю. Но, повторюсь, классикой масляной живописи является щетина. И в современном исполнении синтетическая кисть. Также кисти бывают разные по форме. Здесь вот выглядывается эффектная кисть веерная. Она, собственно, для разных спецэффектов и нужна. Можно добиться разных интересных вещей с ее помощью. Классика, опять-таки, это плоская кисть. Такая вот прямоугольная. Также используется круглая кисть. Круглая кисть может быть большого или маленького размера. Часто используется для набросков и для уточнения деталей, финальной детализации. Есть кисть флейтс, она такая вот широкая, может быть, еще шире. Можно использовать для работы на больших форматах. Или для, например, начальной тонировки, имприматуры и холста. Помимо этого, есть еще ретушные кисти популярные. Ну и, в принципе, все, что вашей душе угодно. Для каких-то авторских эффектов можете выстричь даже кисть по своему усмотрению, экспериментировать и добиваться разных необычных эффектов. По производителям вы можете выбирать те, которые вам нравятся. У меня есть кисти совершенно разные. Альбатрос, есть кисти Рублев, Роял Телленс, Пинокс, Смолевич, Гамма. То, что подходит под ваши задачи, то и выбирайте. Дальше мастихины. Мастихины – это вот такие вот помощники. И ими можно делать совершенно разные вещи. Можно, во-первых, смешивать краски. Это очень удобно. Они очень удобно очищаются практически за одно движение. Поэтому хотя бы один мастихин я рекомендую вам приобрести для смешивания красок. Но, помимо этого, ими можно писать картины. Ими можно писать картины прямо с нуля и до финальных штрихов. Получаются совершенно прекрасные вещи и очень необычные эффекты. Можно использовать мастихин для нанесения какой-то финальной фактуры или финальных штрихов для вашей работы, которую вы в основном выполнили, например, кистью. Мастихины бывают различных форм и размеров. У меня тут совершенно разные по размеру они, во-первых, во-вторых, по форме. И тут в основном нужно экспериментировать. Именно в ходе экспериментов вы поймете, что именно вам нужно. Для начала можно взять что-то классическое, такого ромбовидного, ромбовидной формы и разных размеров. Например, большой, маленький, средний. А в дальнейшем уже вы будете понимать в процессе работы, что именно вам больше подходит и какие инструменты необходимы под вашу конкретную задачу. Поговорим о палитре. Что я не рекомендую использовать? Это детская пластиковая палитра. Она не подходит по материалу, не подходит из-за наличия вот этих отделений. Это не очень удобно. Ее мы оставляем, откладываем. Классикой масляной живописи считается деревянная палитра. Она достаточно удобна, эстетична. Ее пользуются уже на протяжении веков. Она может быть разных форм и размеров. Выбирайте, какая вам нравится больше. Но ее необходимо подготовить для работы. Когда вы ее покупаете в магазине, приносите домой, ее необходимо промаслить. Наливаете масло, не обязательно художественное. Можно, например, подсолнечное. Размазываете по поверхности и оставляете на некоторое время, чтобы дерево впитало масло. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы, когда вы выдавите масляную краску на деревянную палитру, чтобы дерево не впитывало краску, не впитывало масло. Тогда краска будет использоваться экономнее, палитра вам прослужит дольше. Можно покрыть ее не маслом, а, например, лаком. Так тоже делают. Дальше ленивые варианты. Это вариант одноразовая палитра. Такая альбом-склейка. Здесь достаточно их много. После использования просто отрываете верхний лист и выкидываете. Дальше мой любимый вариант. Это такая вот ленивая палитра. Я купила ее. Она была прозрачной, красивенькой. Я купила ее сначала из-за красоты, потом стала использовать следующим образом. Я беру пищевую пленку, обматываю палитру и смешиваю краски прямо на пленке. И когда я заканчиваю сеанс, я просто срываю пленку и выбрасываю ее. И мыть палитру не надо. Она испачкалась только из-за того, что где-то пленка порвалась. Это подходит для тех, у кого не очень много времени на уборку. Кто ленится и кому не принципиально, насколько эстетично это все выглядит. Но в целом, если вы выбираете палитру деревянную, то имейте в виду, что за ней нужно ухаживать. Если вы не будете ухаживать, она превратится вот в это. Это все окаменелости. На этом уже работать невозможно. Это палитра на выброс. Оставила себе в назидание, что если я захочу писать на деревянной палитре, я должна ее помыть. Если у вас осталось на палитре много краски, если вы хотите оставить ее до следующего сеанса, вы можете накрыть ее пищевой пленкой. Даже деревянную палитру можно покрыть. И краска может сохраниться. Конечно, два месяца она вас ждать не будет. Но до следующего сеанса, несколько дней она потерпит. Тогда не придется выбрасывать излишки краски, если вы выдавили слишком много. Давайте поговорим о разбавителях. Разбавители служат нам для улучшения текучести краски и их огромное количество. Сильно больше, чем у меня здесь. Когда вы заходите в художественный магазин, у вас могут разбегаться глаза. Но все достаточно просто на самом деле. Нужно понимать две вещи. Первое это то, что мы выбираем разбавитель под нашу задачу конкретную. Нет прям плохого разбавителя и хорошего. Есть подходящий и не подходящий под вашу задумку. Например, если нам нужно ускорить сушку холстая, мы выберем один вариант. Если нужно замедлить, потому что вы хотите продолжить писать, например, на утро, выбираем другой вариант. И смотрим на состав. Чаще всего используются такие варианты, как уайт спирит. Уайт спирит я рекомендую брать очищенный, потому что он меньше пахнет. Уайт спирит может быть в чистом виде очищенный. Может быть в смесях, например, в каком-нибудь двойнике. Тут еще нужно понимать, что двойник, он может быть авторский. Если художник говорит, что он пишет на двойнике, это не факт, что тот самый двойник там на уайт спирите и лаке, по-моему, который будет в магазине. Например, я люблю смешивать льняное масло и уайт спирит. Вот вариант этой смеси есть также в магазине готовый. Но мне он не очень нравится за счет тоже рисковатого запаха. По моим ощущениям, здесь не слишком очищенный уайт спирит. Я покупаю в строительном магазине очищенный и смешиваю с льняным художественным маслом. Той пропорции, в которой мне нужно, чаще всего это там три части уайт спирита, одна часть масла. И мне такой подходит вариант для работы. Что можно порекомендовать вам, если вы еще никогда не приобретали разбавитель, взять излюбленный вариант многих-многих живописцев. Это тройник. Тройник это смесь с кипитара, льняного масла и лака. Также здесь есть добавки, но это уже не суть важно. Они могут отличаться у разных производителей. Но в любом случае тройник это достаточно универсальный вариант и излюбленный у художников. Также популярен пенен. Для меня он также рисковато пахнет, но в целом это на любителя. Тоже достаточно универсальный разбавитель. Кстати говоря о запахах. Если вы категорически их не переносите, например вы аллергик, или вы работаете в помещении, где присутствуют животные, маленькие дети, нет возможности хорошо проветрить помещение, то категорически выбирайте слабо пахнущие варианты. И самым натуральным из них будет чистое льняное масло. На нем тоже можно работать, но нужно учитывать несколько нюансов. Работа выполненная на льняном масле со временем, после высыхания, может приобретать теплый желтоватый оттенок. Поэтому этот вариант не подходит для работ, которые выполнены в холодных оттенках. Но если у вас работа какая-то нейтральная или больше теплая, то можно использовать чистое льняное масло. Прекрасный запах и никакой токсичности. Со временем вы найдете именно свой вариант, который будет подходить под ваши задумки. Возможно вы будете иметь несколько разбавителей, возможно вы смешаете его сами. Для начала, как я уже сказала, можно обойтись, например, трейником. И здорово иметь бутылочку очищенного white spirit. Если не использовать его именно для живописи, он здорово подойдет для очистки инструментов, материалов, зачистки палитр и так далее. Давайте поговорим о лаках. Их тоже достаточно много. Важный момент то, что лак может быть покрывной, которым мы защищаем финальный наш красочный слой, уже высохший, и покрываем работу целиком. Может быть лак живописный, который мы используем в смесях, например, в трейнике. Например, лак домарный. Он добавляется в разбавители для достижения какой-то большей яркости цвета. Некоторые живописцы это любят. Вот я, например, не использую, мне достаточно покрыть работу лаком в конце. Это дело уже вкуса. Но нужно понимать, если вы покрываете работу в конце домарным лаком, во-первых, нужно дождаться тщательно, основательно дождаться высыхания работы, чтобы не испортить красочный слой. И нужно использовать его в тех случаях, когда работа выполнена в теплых оттенках. Потому что со временем этот лак может желтеть. Не подойдет для работы, выполненной в холодных оттенках. Также вариант покрывного лака – это акриловый лак. Один из самых универсальных. Его можно купить в художественном магазине, можно купить в строительном. Это подходящий вариант, если у вас работа большого формата. Большая бутылка из строительного магазина будет выгоднее. Есть акрил стирольный, акрил фисташковый. Все акриловые, акрилатные лаки хорошо подходят под задачи, когда у нас работа, например, холодных оттенков. Они не видоизменяются, они достаточно прозрачные, универсальные и надежно защищают красочный слой. Есть также живописный пихтовый лак. Его также добавляют в смеси, добавляют в разбавители. И есть такой лак, называется ретушный лак. Тут не надо путать, ретушный лак используется не для защиты холста, он используется для лучшего сцепления красочных слоев. Например, вы отложили работу на какое-то время, планируете ее возобновить и покрываете свой предыдущий старый красочный слой лаком ретушным и пишете уже следующий слой. Тогда ваша работа хорошо сложится. Важно также сказать о том, как покрывать работу. Покрываем работу лаком мы на горизонтальной поверхности. То есть пишем мы на мольберте вертикально желательно, а покрываем лаком горизонтально, чтобы не было подтеков. Покрываем мы чем-то мягким. Лучше взять мягкую кисть флейц. Если мы возьмем щетину, могут оставаться следы. А мягкая кисть обеспечит нам равномерный слой лака по всему холсту. Также нужно понимать, что для того, чтобы покрыть холст лаком, нужно дождаться его полного высыхания. Чаще всего в случае масла это несколько недель. Даже если через 5 дней вам кажется, что работа как будто бы сухая, можно ради эксперимента чуть-чуть поскрести ее пальцем. Если масляный слой скатывается стружкой, значит он недостаточно просох. Если он начинает уже крошиться, значит достаточно просох. Для надежности лучше подождать несколько недель, около месяца перед покрытием акриловыми и акрилатными лаками. Если речь идет о домарном лаке, лучше подождать несколько месяцев, 4-5 до полугода. Вообще считается, что масло, особенно если работа такая пастозная, с густыми мазками, может сохнуть до года. Это нормально. Давайте наконец поговорим о холстах. Холсты бывают тоже разные. Например, холст на подрамнике. Эта работа выполнена именно на таком холсте. Вот он такой толстенький. Вот он подрамник. Подрамник может быть модульный и глухой. В данном случае модульный. Чем он отличается от обычного глухого? Здесь крепление паз в паз, что позволяет немножко подтягивать холст. В случае, если он провис, тут есть специальные прорези. В них забиваются клинья и холст снова натягивается. Это очень удобно. И серьезные работы я рекомендую писать на холсте на подрамнике. Также есть вариант, по моему мнению, больше учебный. Эта работа выполнена на холсте на картоне. Такая вот она тонкая. В чем недостаток? Недостаток в том, что работы большого формата начинают выгибаться. Потому что картон выгибается. И такие работы не слишком долговечны. Но для учебных работ, для эскизов, набросков это подойдет. Также холсты бывают разные по фактуре. Бывает мелкое, среднее и крупное зерно. Я чаще использую мелкое и среднее. Можно использовать крупное. Крупное чаще мы используем, когда работа большого формата. Или если мы используем, например, мастихин. Мастихин и крупное зерно в сочетании дают отличные эффекты. И можно добиться интересных-интересных сюжетов. Также холсты бывают разные по материалу. Чаще всего используется лен, хлопок и синтетика. Классикой масляной живописи считается лен. Он проверен временем, он долговечен, он универсален. Чуть меньше используется хлопковый холст, но он также достаточно универсален. Самый простой и дешевый вариант это синтетика. Я не рекомендую использовать для серьезных работ. Также не рекомендую использовать смеси с синтетикой. Лучше брать чистый лен или хлопок. Если же у вас работа, опять-таки, учебная, можно взять синтетику. Что еще важно сказать? Важно сказать о грунтах. Грунты бывают тоже разные. Буду эмульсионные, акриловые, наиболее часто используемые, и масляные. Когда вы покупаете холст в магазине, он чаще всего уже готов к работе. Некоторые живописцы любят покрывать холст дополнительным слоем грунта акрилового. Его можно отдельно приобрести в банке в художественном магазине. Для подстраховки покрывают холст еще раз. Что еще нужно понимать? Грунты иногда ведут себя по-разному. Бывают тянущие, бывают отталкивающие. Но если вы только начинаете, скорее всего, вы можете не заметить этих эффектов. И, в принципе, для любительских работ подойдет холст просто качественный и из магазина. Он вам поможет справиться с вашей задачей, написать сюжет. Если вы собрались писать достаточно серьезную работу, вы можете купить маленького размера холст, тот, который хотите вы использовать, и посмотреть, как себя краска на нем ведет. И потом уже на большем формате отработать свой сюжет. Сделаем выводы. Для работы вам подойдет холст того размера, который вам нужен. Желательно льняной или хлопковый. Проследите, чтобы он был достаточно плотно натянут. Желательно брать холст на подрамнике. Мелкое или среднее зерно крупное, в случае, если вы собрались выполнять работу мастихином. Это вам будет достаточно для написания учебной, любительской или даже достаточно серьезной работы. А когда вы соберетесь расширять свои творческие горизонты, поподробнее изучите различные грунты и выберите именно тот, который подходит для вашей дальнейшей задумки. Давайте поговорим о дополнительных помощниках. Хотя они не то чтобы дополнительные, по моему мнению, вполне себе важные. Например, мольберт. Мольберт может быть настольный, как у меня здесь. Настольный деревянный, очень удобный, достаточно компактный. Отличный вариант, если у вас нет возможности использовать напольный мольберт. Единственное его ограничение по размеру холста. К сожалению, полутораметровый полотно на нем писать не получится. Из вариантов напольных есть различные исполнения мольбертов. Я привыкла долгое время пользоваться металлическим мольбертом треногой. Этот вариант не слишком удобный, не слишком устойчивый, но у него есть большое преимущество. Он складывается до очень компактного состояния. Если вам негде его хранить, то это подходящий вариант. Я, собственно, на нем и привыкла писать долгое время. Также есть варианты мольберта чуть менее компактного. Это мольберт Лира. Это классический вариант. Вероятно, в детской художественной школе вы на нем писали. Чаще всего для начинающих используют именно его. В принципе, он как для начинающих, так и для продолжающих подходит. Его можно использовать достаточно долго. Он закрывает огромное количество задач. Достаточно большие форматы можно на нем писать. Он удобен и занимает относительно немного места. Дальше идут форматы уже менее компактные. Это, например, мольберт Трансформер. Это уже достаточно крупный практически мольберт-станок, который с возможностью наклона до горизонтальной плоскости. И, собственно, сам мольберт-станок самый большой, самый некомпактный вариант, самый такой монументальный. На нем можно писать огромные полотна. Он достаточно устойчивый, удобный в работе. Единственное минус, что нужно найти место, куда его поставить. Если у вас это место есть, рекомендую. Мольберты также могут быть одномачтовые. Это вот мачта мольберта, которая здесь торчит. Она здесь одна, потому что мольберт маленький. Мольберт также может быть двухмачтовый. Это подойдет для очень больших работ. Это добавляет устойчивости. Также мольберты могут быть на один холст или на два холста. Это уже на любителя. Выбирайте инструменты под свою задачу. Далее масленки. Масленки могут быть классические. Они еще с крышечками. Я их люблю, использую. Единственное, что когда вы пишете достаточно большую работу, надо понимать, что широкая кисть не пролезет в эту маслянку. Тут на помощь приходит стеклянная тара из-под шпрот или из-под чего угодно. Сюда, как видите, широкие кисти пролазят. Поэтому, когда переходите на большие форматы или большие кисти, возьмите стеклянную тару. Она подойдет для разбавителей. Дальше помощники уже не такие обязательные, но тем не менее очень удобные. Это выдавливалка. По-умному, если сказать, экструдер для туб. Помогает изъять остатки краски из тюбиков, которые уже не хотят его отдавать. Можно использовать для зубной пасты, кстати. Дешевая, полезная штука. На самом деле скрасила мне прям быт очень сильно, потому что у меня долго его не было. А потом я увидела и подумала, как это удобно. И это действительно удобно. Дальше предмет, которого у меня нет под рукой, но он всегда под рукой, когда я пишу маслом, это тряпочки. Тряпочки в большом количестве, мелко нарезанные, хлопковые. Желательно такие брать тряпочки, которые не будут вам оставлять катышки. Потому что иногда тряпочкой хочется протереть холст. Если будут оставаться катышки, это будет сильно вас огорчать. Поэтому берите чистые, ну как чистые, это могут быть старые застиранные вещи, которые вы уже готовы порезать на тряпки. Но постиранные чистые тряпочки, они могут вам пригодиться в работе именно очистки холста, очистки рук и очистки кистей. В дальнейшем и очистки остальных инструментов, палитра, масленки. И в конце сеанса вы просто их выбрасываете. Также купила на распродаже кисти-мойку. Видите, она у меня чистая, я ни разу ей не пользовалась. Но я вижу, что многие художники пользуются. Это удобно. Можно мыть кисти. Они подвешиваются сюда, вставляются в эту пружину. Вниз наливается чистящий раствор, например, white spirit. И таким способом можно, например, реанимировать кисти, если она у вас уже немножко подсыхает, уже немножко склеилась, вам нужно замочить ее в разбавителе. Если вы это сделаете в стеклянной таре, так вот поставите кисть, то ворс может испортиться. То есть она стоит в разбавителе, она под углом стоит, и можете испортить ворс. А если вы ее подвесите, соответственно, ворс будет в первоначальном виде и не испортится. Также кистемойку можно использовать как кистесушку. Некоторые живописцы так делают. Можно подвесить кисти и высушить их в вертикальном состоянии. Почему это лучше? Мы вообще, в принципе, сушим кисти или так, или горизонтально. Мы их не сушим вот так, потому что вода стекает внутри. Внутри склеенный такой ворс. С него вода будет стекать на необработанную деревянную часть, которая здесь прячется под этим металлическим креплением. Дерево будет сначала разбухать, потом ссыхаться, и в итоге разболтается эта часть и слезет в итоге с деревянной ручки. И кисть пойдет на выброс или на ремонт. Чтобы этого избежать, сушите кисти горизонтально на каком-нибудь полотенце или вертикально в кистемойке, кисти сушки. Что я еще рекомендую использовать – это сменную одежду. Не используйте на сеанс живописи любимую белую футболку. Это будет очень грустно. Имейте или запасную одежду, или фартук. Это настроит вас на рабочий лад, поможет спасти домашнюю одежду. Что вам еще может пригодиться – это хозяйственное мыло. Я с помощью хозяйственного мыла в основном очищаю кисти, руки, загрязненные поверхности. Оно достаточно универсально, относительно щадящее для кожи. Лучше, чем тереть кожу white spirit. Поэтому всегда имею несколько брусков хозяйственного мыла, чтобы отмыть все это дело после сеанса. Как, в принципе, закончить сеанс живописи? Вот вы закончили холст, завершили работу. Обязательно приведите в порядок палитру и кисти. Они скажут вам за это спасибо и будут служить долго. Как я уже и говорила, особенно деревянные палитры требуют ухода. Если вы не используете мой ленивый вариант, тогда счистите остатки краски мастихином, уберите их и оставшееся загрязнение протрите тряпкой с white spirit и положите на сушку. Кисти также, основную часть краски можно стереть тряпкой, смоченной white spirit. Оставшееся загрязнение удалить с помощью бруска хозяйственного мыла, такими вот движениями деликатными. Стараться сильно кисть не распушать. Несколько приемов. Убирайте остатки излишки краски. Не оставляйте ничего на кисти. Мойте до чистой воды, иначе кисть пойдет на выброс или на реанимацию. Дальше. Холст уберите на сушку. Убрать желательно не пыльное место. Остерегайтесь верхушек шкафов, там много пыли. Также желательно хранить в том месте, где до холста не доберутся домашние животные, домочадцы и дети. Холст сохнет долго. Имейте это в виду. Итак, мы с вами обсудили основные моменты касательно масляной живописи. Какие вам понадобятся краски, какие вам понадобятся инструменты в ваш первый сеанс, как правильно его завершить. Я надеюсь, это вас вдохновило на дальнейшую работу. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok